как они распустились сегодня первый теплый день да всем привет я как увидела эти тюльпанчики думаю ну надо же распустились на 9 мая такая красота они как маки даже чем-то похоже да сегодня хорошо хорошо сегодня я вот вышла в маечке в рубашечке были же морозы еще вчера был мороз Эльза там меня уже ждет Эльза с мячиком уже ждет играться вот ее хвостом Эльза ну ползают эти пчелки и Эльза видите как она их любит так ну персиков в этом году не будет однозначно видите они все замерзли цветочки и очень мало соцветий персиков не будет ну в прошлом году было очень много даже видите сломались здесь ветки и погнулись и поэтому вот еще старые персики висят ничего отдохнешь в этом году вишня тоже неизвестно будет ли отцветает уже пчелки летают у нас две огромные вишни это все ходит с мячиком пчелок выискивает заглядывала в теплицу вот уже редисочка надо полить редисочка будет так лучок растет и салатики не помню где какой вот это что за салатик у меня что это такое я не помню что я села я села рукулу что еще и вот здесь еще какой-то маленький тоже но тут совсем плохо растет а вот эти хорошо растут сейчас польем хочу показать какая питунья из лидл из семян которые я покупала в лидл посеяла сразу посеяла в два горшочка вот этот получше разросся в этом горшочке а второй сейчас покажу там похоже потому что они стояли в разных местах комнате ну знаете я бы сказала что и неплохо очень даже такая будет вьющаяся я вот не знаю ее ощипывается когда вот эти появятся соцветия вот эти бутончики появятся да пока еще не появились но такая хиленькая ну конечно же я не хватало ничего и не хватало но на самом деле семена я хочу сказать что из лидл вот можно питунью брать семена неплохие даже лучше чем я покупала семена питуньи в супермаркете высевала и гораздо хуже они разрастались и вот такая вот будет питунья у меня так а там я вижу пипочка да пипочка там да домики все-таки ты там бываешь нравится тебе там будешь спать вылезает там наверно жарко очень да пипочка она очень жарко домики нагрелась это была питунья из лиддл питунья пендула розово-белая да мы посмотрим какая она будет на цветочки появится так еще брала я лобелю из лиддл но тоже неплохо я бы сказала я потом тоже пересажу неплохо вот сейчас когда стало потеплее солнечных дней стало много она пошла в рост кто же можно брать лобелю второй горшок с питуньи но здесь похуже было то есть я где получше я их рассадила где получше побольше были вот эти первые сходы я их отсадила в другой горшочек поменьше ну чтобы она в разное время цвела знаете то перецветет все в один день и все нормально в общем пусть растет единственно подскажите мне надо будет мне все-таки чтобы она разрасталась ну первые вот эти бутончики отщипывать ту питунью что я покупала в семена супермаркете по моему максиме у меня из десяти семян только три взошли нормально вот эти видите нет ничего только три но это другой сорт это такая крупная махровая какая совершенно другая ну хорошо хоть три взошли и очень долго долго у меня сходили семена огурцов тепличных из пакетика где было всего пять семечек видите только два семечка да смотри принц только два видишь а три там лежат ну и там ничего не будет это уже понятно ничего там не будет принчик да вот и так долго они сходили уже можно сейчас теплые дни уже можно в теплицу высаживать у меня от видите что из пяти два и те неизвестно ли выживут ли до принц неизвестно выживут ли вот меня там пожарила даже одна подписчица не знаю подписчиц или зрительница это что вы хотите вы же смотрели когда покупали там же написано сколько граммов ну извините меня когда из пяти семечек пакетики сходят только два мне кажется это это не не нормально да принц ненормально это не съешь эти последние два атоматы из лидл кстати неплохие тоже видите просто они у меня здесь стояли в комнате которая очень темно здесь западная сторона ну то них такие неплохие я бы сказала да некоторые ведь уже им плохо потому что здесь холодно вот этот погиб это тоже начинает погибать ничего сейчас будут теплые дни их уже буду подкармливать и я думаю выживут и вот это тоже начинает вот что делать я наверное заливала очень сильно я потом посмотрела ролик что нельзя их заливать вот даже сейчас я перешла в эту комнату я чувствую что здесь очень-очень даже прохладно ну как бы с другой стороны им тоже нужно акклиматизироваться потом пересажу в теплицу ну хорошо вот эти хорошие вот эти хотя это мне кажется один сорт это разные сорта может я еще что-то сюда поставила в общем это семена из лидл томата вот так они у меня выглядят тоже неплохо в чем из лидла неплохие семена можно покупать коты мои здесь до вас тут орудуют ну пока не зайдет да надо прятать вот видишь тут тоже конечно да тут у вас все земля хорошая мягкая вот они тут и да ну надо пока прикрыть креветка креветка сожрет так ничего нет да а кот выкопай так обратно нужно посадить да да уже вылезает да не замерзли не нормально они не замерзают нет вот была вот смотри какая а это замерзла да жалко подмерзли да но они мне кажется возродятся георгина вас под пленкой да я не знаю сажать сегодня георгина нет можно теперь уже зиму уже ночью посади когда они они долго да у меня есть куплено из лидл я покупала из лидл там таких акциях хорошие я купила еще не знаю правда нет места куда сажать этот гладиолусы 75 штук кстати куда я не знаю куда их посеять ну буду но с ними мороки много они падают когда дли мне до до палки подставлять надо здесь все зарастает здесь я не хочу и я тут но особо не любовь тут такая естественная как около дома знаешь собаки коты тоже надо смотреть где окном там не все занято все занят под окном да все есть вроде ничего где у вас розы вот а да да красивый будет большой шикарная роза такой корешок да а это с прошлого года она так разрослась я забыла осенью а осенью наверное сажали да за лето вот такой корешок был и я этой ветой ветой все поливала поливала и такая а ей здесь это самое от ветра ей тут от ветра да если с той стороны от чудо и от чудо кустик сейчас листья будут сейчас цветы да плäsки да пленка будет клубничка будет неbro уже ставлю Этик не люблю pytanie ну зачем тебе пошла на базар купила уходит что там это ужас тебе сердце бьется сядешься ко мне нагнувшись зачем тебе Ну пускай будет вырывать это. Ну конечно, не вырывать же её. Я сегодня порыхлела. Не, она приличная. А там вот земляничка целый год на рынке купила. В конце посадила. Да? Да. Вот Загорова. Да, я вижу. И она до ноября вырожать даёт. Ничего себе! Какой-то сорт интересный. Она как земляника лесная. Длинненькие ягодки. Небольшие, мелкие. Ну это наверное из той серии, где вот эти вазончики сажают. Такая она, да? У меня тоже один такой кустик есть. И он, да, очень хороший. Она продавала. У неё больше не было. Уже осталось только 5 лет. Ой, надо ехать уже что-то покупать. Цветочки. Не, сегодня нет. Сегодня нет вообще. Я после работы. Вирус пропал и исчез. Можешь съехать куда-нибудь. Куда? Я была молодая. А то ты уже всюду была наверное. На Канарских островах. Поездка запланирована у меня в июле. Было в марте теперь загорело и загорело. Сейчас они едут. Нет, сейчас пока работа я никуда не поеду. А летом? Летом, да. В апреле приехали, да. Сейчас вдруг свадьба будет 23-го. 23-й год и 23-го мая. О, символически, да. Символически, да. Вот Эльза там, смотрите. Еще на меня скучно. Вот хороший день. Сегодня не могу. Первый день такой Диата Мая. Даже в ветре лет. Видишь, это не крутится пропеллеры. Да, точно не крутится, да. Не крутится. Тут у вас вообще со всех сторон эти елки загораживают. Очень хорошо, да. Очень хорошо. А эти садят в цеплицу свою. Не знаю я. Эта толстая в этой можно садить. Да, там и шикарная цеплица у них. Но это небольшая. Есть еще большая, я смотрю. Но все равно там довольно большая. Да, высоченная такая. Работа и работает. Ну, огурцы тоже вместе с помидорами говорят нельзя садить. Особо не будет. Сколько там надо, господи. Да, так только. Зато там прополол один раз и все. Угу. А тут датуанчики прилетели. Сколько их выевает со всеми. Да. А вот сейчас тела уже. Да, тела. Наверное, в этом году много будет алучи. У меня такое чувство. Ну, не знаю. Она как-то весело так тела. Но все равно, если на каждом цветке ягоды, так там или будут мелкие, как вишни совсем. А если они несколько... Боже, как хорошо. Просто не хочется работать тоже. Что делать? Хочется ходить и любоваться этой красотой. Да, я как со второго этажа посмотрю эти елки. Все как зазеленело. Боже, сказка. Помните, я горошек сеяла? Вот уже начинает сходить. Даже ни разу не поливала. Говорят, на следующей неделе будут дожди. Ну, сегодня, наверное, полью вечером. Да, всходит горошек. Отлично. Ты тоже пришел проверить, да? Пришел тоже посмотреть, что тут всходит. Мама, что тут всходит? Горошек сходит. Я еще старый не съела. У меня в морозилке лежит. Но этот будет свеженький. Свеженький. Такого красавца вырвать. Жалко, конечно. Но он же на огороде рос. Вынесла свой любимый стульчик. Сейчас буду загорать. Ноги загорать буду. Самой как-то еще, знаете, страшно загорать. А вот ноги можно. Первый раз вынесла. Ну, потому что первый такой день. Все остальные были холодные. Как здорово, когда можно выходить на улицу. Ничего не одевать, ничего не обувать. Не, ну, в смысле не перебываться, не переодеваться. Альза бегает туда-сюда тоже из дома на улицу. Прекрасное времечко наступило. Здесь у меня тоже цветочки посаженные. Какие, не скажу. Я смотрю, много их выросло из-под земли. Очень много. Надо как-то их тут еще попрятать. Какие-то палочки поставить, чтобы Эльза их не сшибла. Они такие довольно высокие. И такими мелкими беленькими цветочками цветут. Я совсем забыла. У меня здесь сосиски. Детские сосиски варятся. Эльза, вот так отвлеклась на улице. Что можно забыть, что у тебя что-то на плите стоит. Ужас-ужас. Ужас. Ужас-ужас.